Открыт прием заявок к участию в общественной акции, где родился там и пригодился врачи, учителя, механизаторы и библиотекари, музыканты и спортсмены. От молодых людей и девушек самых различных специальностей ждут заполненных анкет. Единственное условие жить и работать в родном селе или районном центре. Победителями конкурса прошлого года гордятся земляки, на них равняются коллеги, а слова о некоторых и вовсе идут далеко за пределы области, как, например, о герое следующего сюжета. Село, где гармошка, остается брендом, а профессиональные музыканты – знаменитостью. Андрей Драгунов родился и пригодился в Красноармейском районе. Здесь продолжает столетнюю музыкальную династию. Вместе с дедом Иваном Герасимовичем, растягивая меха, объехали всю Россию. Плесовые в их восполнении были в эфире самой народной музыкальной программы страны «Играй гармонь». Значит, Андрей, продолжаешь фамилию? Да. Крепко, уверенно, без сомнений? Без сомнений. Меня окружали люди, которые много сделали, выучили, воспитали. На меня очень много было надежд в плане учебы. Я закончил этот колледж, педагогическую академию. И я просто понимал, что это все должно быть, воплотиться во что-то большее, что я должен все это как-то вернуть, хотя бы, чтобы родители мной гордились. Неважно было, как скажут люди, было главное сделать здесь что-то. Андрей руководит хором и небольшим оркестром народных инструментов. 30 человек, хотя ему не исполнилось и 30 лет. В коллективе бывают и споры, разрешаются миром. С шуткой и добрым словом. Поддержка хорошая. И вот есть на что опереться, да, Андрей? Мне кажется. И от этого уверенность больше. Очень хорошо, вот как-то мы все, вот, содружество у нас такое. И обновляется все равно. У нас очень много в хоре молодежи. И он коммуникабельный, конечно. Потому что сами молодые у нас и руководители концертмейстер. И к ним вот молодежь тянется. Лауреатом акции Андрей стал благодаря поддержке земляков, которые голосовали за него и болели в финале. Мы за него очень болели, очень переживали. Очень здорово, что эта акция получила продолжение такое достойное и вышла на региональный уровень. Принять участие в этом году тоже может каждый молодой сельчанин, заполнив заявку на сайте акции до 1 марта. Генеральным информационным партнером проекта стала телерадиокомпания «Губерния». Об участниках акции мы будем рассказывать в нашем эфире. Прямо скажем, я в луках, а мы не простаки. Пусть детей рожают, жены и цветута. Пусть живет деревня наша, пашутся, полярная. Лена Иванина, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Красноармейский район. Красноармейский район. Красноармейский район. Красноармейский район. Красноармейский район. Красноармейский район.